Да, 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 да! Как ни играть, куда ни пойти, Кто бы не встретился там на пути. Весело тем, кто мир познаёт, Смелее котики вперёд! Мяу! Котики вперёд! Блестящая монетка! Пропавший носок! Чем вы, котята, занимаетесь? Зиванная охота! Да, находим пропавшие вещи! Смотрите, маска длинноряния! О, вот где она! Здорово! Мы уже всё-всё нашли! И что теперь? Давайте придумаем историю! Да! Историю... Страна потерянных носков! Жил-был на свете принц-букашка из Жуклянтия. Очень неорганизованный принц. Который постоянно всё смешивал. На обед он ел макароны с арахисовым маслом. И котлеты с желе! Принц-букашка хотел пойти на бал букашек, но королева-букашка сказала... Бубличук, у тебя все носки разные. Это неприемлемо для такого официального мероприятия. Хм, стоп! Один, два, три, четыре, пять. Где же шестой? Ну, может, пяти из шести будет достаточно. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па. Мы воющие носки! У нас есть душа! Ног у тебя хоть две, хоть двадцать! Могут искривляться, изгибаться! Как у цапли, или как у кальмара! Носки-ноги! Валера! Где он? Мы не можем закончить песню! А я не могу пойти на балбу Каши без него Мама, я вынужден отправиться в страну потерянных носков, чтобы вернуть утраченное Прощай, храбрый Бобличек, путешествие будет длинным и сложным Тогда я возьму с собой двух верных пажей Эй, мы можем быть пажами И пройти квест Да, а что такое квест? Путешествие, в ходе которого нужно что-то найти Носок, например? А почему бы и нет? Мяу-мяу, котики, вперед! И вот принц Букашка и его верные пажи отправились в путь через землю разбросанных карандашей Ай, надо было туфли обут И через страну пропавших шашек Ммм, прохладно и гладко И вот, наконец, они пришли в страну потерянных носков Вот где они оказываются! Кроме тех, что в диване Ладно, пажи, найдите носок, подходящий к этим пяти Я его вижу! Вон там! Я провел месяц в корзине для грязного белья, и никто и не заметил! Ты думаешь, не повезло тебе? Я застрял в наволочке на три года! Вот ты где! Пора идти! С тобой? Ну ты не заботился обо мне! Я весь завалялся и завонялся! Хмм, ты прав! Если я пойду с тобой, то я буду страдать от статического электричества! Весь протрусь и покроюсь дырками! Нет! Я новый букашка, я буду относиться к тебе лучше! Он изменился! Правда! Обещаю стирать тебя вручную, сушить на бельевой веревке, на теплом солнышке, а еще у меня новая система для хранения носков! Ну что? Мы боющие носки, и у нас есть душа! Ног у тебя хоть две, хоть двадцать, Могут искривляться и сгибаться, Как у цапли или как у кальмара, Носки, ноги, идеальная пора! Ну же, пора одеваться! Какой представительный вид, Бубличик! Ты можешь пойти на балбукашек! Так Шестой Носок узнал, что люди и букашки могут измениться, если постараются! И что каждый заслуживает второй шанс! Не хотите потанцевать? Хочу ли я? Круто! Я их сама связала! Какая замечательная история! Да, но кое-чего не хватает! Да, вот он! Я нашел его! Конец! Ну все, прекрати! Ну все, прекрати! Нет, ты! Нет, ты! В чем дело, котятки? В чем дело, котятки? Похоже, вам нечем заняться! Похоже, вам нечем заняться! Может, прекратишь уже, Котя? Может, прекратишь уже, Котя? Эй, а почему бы нам не придумать сказку? Почему бы нам не придумать сказку? Отличная идея! Что ж я сам не додумался! Как насчет приключения? Да, приключения в джунглях! В джунглях с попугаем! Можешь повторить? С попугаем! Нет, Котя, это название сказки! Можешь повторить? Однажды в самой чаще джунглей... Мармеладных джунглей! Жил попугай! Пусть будет два попугая! Это был особенный день! Сегодня наш день рождения! Сегодня наш день рождения! И нам нужен торт! Нам нужен торт! Мы позвоним в пекарню! Дзинь, 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 дзинь! Возьмите трубку! А, точно! Привет! Вы позвонили в пекарню? Хотите мармеладный торт с мармеладной глазурью? Без проблем! Скорей, Котя! Нам нужно доставить праздничный торт! Мяу-мяу, Котики, вперед! Специальная доставка! Один мармеладный торт! Для двух особенных именинников! А кто придет к вам на день рождения? Никто! В этих джунглях все такие злые! Джунгли все такие злые! Правда? А эта мартышка тоже злая? Да! Она очень жадная! Очень жадная! Неправда! Я не жадная! И руки у тебя грязные! Тебе надо их вымыть! Тебе надо их вымыть! Оставьте меня в покое! Эй, мартышка! Отдай нам банан! Отдай нам банан! А зачем вам банан из таких грязных рук? Говорил же, она жадная! Она жадная! А как насчет того льва? Вроде милый! Может, он придет на праздник? Нет, он очень злой! Очень злой! Вот, увидите! Какая нечесанная грива! Тебе стоит ее причесать! Стоит причесать! Говорили же, злой! Говорили! Мы хотим всем помочь, но они не хотят с нами дружить! А может, попробуйте сказать что-то хорошее? Да! Что-то, что вам нравится в ваших соседях! Ничего не получится! Ничего не получится! А вы попробуйте! Посмотрите друг на друга И скажите, что видите! У тебя смешной клюв! У тебя смешной клюв! У тебя красивые перышки! У тебя красивые перышки! У меня красивые перышки! У меня красивые перышки! Спасибо! Нет, тебе спасибо! Ну что? Думаю, это может нам помочь! Может помочь! Привет, мартышка! Привет, Лев! Разве не чудесный день? Да, день просто чудесный Вы больше ничего не хотите сказать? Хотим! Мы были бы рады, если бы вы пришли на наш праздник Очень рады! С удовольствием! С удовольствием! Готовы? Готовы! С днём рождения! Кто хочет мармеладного сока? Я хочу! Я хочу! Этот торт просто прелесть! А теперь повторим! Ладно, прелесть! 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 Попугай и их новые друзья прекрасно провели этот день! Прекрасно провели день! Конец! Конец! А теперь повторим! Конец! Мы уже считали сто раз эту историю на ночь! Правда, дедуля? Ну, может, я преувеличиваю? Ну, давайте придумаем новую! Да! Может, про космос? Про планету? Кальмарью! Где живут космические кальмары? А назовём мы её? Космический кальмарчик! Жил был на свете космический кальмарчик! В его комнате всегда был полнейший порядок! Место для каждой баночки со слизью и каждой слизи своё место! Однажды папа и мама кальмары пришли к нему и говорят... Здесь слишком чисто! Нужно навести беспорядок! Ох, люди! Э, кальмары! Вы чего? Видите ли, на земле родители просят детей прибрать, но космические кальмары говорят своим детям обратное! Эта комната просто безупречная! Я разочарована! Надеюсь, к нашему возвращению здесь будет полнейший беспорядок! Ненавижу домашние обязанности! Думаю, так сойдёт! Вскоре к планете кальмарии приблизились земляне-астронавты! Командир Чистюля и командир Пузырик из космической команды по уборке! Я буду командиром Чистюлей! А я командиром Пузыриком! Мяу-мяу! Котики, вперёд! Посмотри, какая планета вонючка! Командир Чистюля! Им нужна наша помощь, командир Пузырик! Ты прав! Полетели на разведку! Интересно, кто здесь живёт, командир Чистюля? Очевидно, какой-то неряха, командир Пузырик! Давай ему поможем! Всё приберём! Я от этой уборки проголодалась! Давай вернёмся на корабль! У меня есть печенье! Главное не накрошить! Космический кальмарчик! Почему здесь до сих пор так прибрано? Тебе лень навести беспорядок! Но я всё сделал! Нет! Эм... Как же так вышло? Хотелось бы знать, не сама же комната прибралась? Попробуй ещё! Чтобы к нашему возвращению здесь было грязно и отвратительно! Хватит! Мои щупальца устали! Что здесь произошло? Думаю, мы просто обязаны всё прибрать! От этой уборки я проголодался! Давай вернёмся на корабль и перекусим! Ура! Можно снова помыть руки! Космический кальмарчик! Здесь всё просто безупречно! С пола есть можно! Но это не я! Хватит оправдываться! Срочно преврати это место в помойку! Если хорошо постараешься, мы поедем замороженным на тающий метеор! Ох! Что за напасть? Ты кто? Космический кальмарчик! Я здесь живу! Не переживай! Мы поможем тебе прибрать! Погодите! Перестаньте! А? На планете кальмаре дети наводят беспорядок в своих комнатах! Правда? Мы ещё никогда не бывали на такой планете! Прости! Нужно было сначала спросить, как помочь, прежде чем что-то делать! Что ж, наведём беспорядок! Самый что ни на есть! А когда они, наконец, навели самый ужасный беспорядок во всей комнате? А история уже заканчивается! Мы устали! А я думал, дети любят сидеть до постна! Только не мы! Давай будем закругляться! Всё как в истории, дедуля! Нужно сначала спросить, прежде чем делать что-то ненужное! А мы уже хотим спать! В общем, родители кальмарчика вернулись и сказали, какой замечательный беспорядок ты навёл со своими друзьями! Теперь можно и за мороженым! Главное – хорошенько обляпаться! Если б я была красивой рыбкой в море! А я б на морском коньке прокатился! Брось, Котя! Ты уже слишком большой! Но всё возможно в истории! А давайте придумаем историю! О крабе! О короле крабе! Давайте! И как мы её назовём? Я знаю! Назовём Крабий день! Жил-был на свете король Краб и его верный слуга-молюск Макар! Готов служить, Ваше Величество! Слуга Макар готов был сделать что угодно для короля! Принеси мантию! Поправь корону! Повтори как-то раз матрос Макар шваброй мокрый махал десять раз! Как-то раз матрос... Как-то матрос шваброй... Однажды король Краб сказал... Надо нарисовать портрет! В мою честь! Созвать придворных художников! Это ведь можем быть мы! Да! Мяу-мяу! Котики, вперёд! Король Краб ожидал прибытия художников! Где же они? Так и знал, что будет весело! Здорово мы прокатились! Они запечатлели мой шелковистый хвост! И мою развивающуюся гриву! Какой хвост? Какую гриву? Гриву, которая растёт на моей длинной-длинной шее! Какой шее? Он считает себя лошадью! Не говорите, что это не так! Я величественный и сильный благородный правитель! И-о-о-о! Но он же Краб! Ну, я сказал ему, что Краб – это такая лошадь! Он никогда не смотрится в зеркало? Я повесил изображение лошади на зеркало! Как же превосходно я сегодня выгляжу! Он правда хочет быть лошадью! А я хочу сохранить свою голову! Если не хотите потерять свои, предлагаю вам изменить этот портрет! Не подглядывайте! Это сюрприз! Пойдёмте, Ваше Величество, пора обедать! Сегодня ваш любимый овёс! Представляем наш портрет! Короля Краба! Совершенно как я! Такой внушительный! Правда, он замечательный! Ребята, ну же! Но вы же не лошадь! Шшшш! Конечно, лошадь! Посмотрите на моё отражение в дворцовом фонтане! Ваше Величество, у меня документы, требующие вашего немедленного внимания! Подвешите здесь и… В дороге! О! О! Я не лошадь! Кажется, я какое-то морское создание! Ракообразное! О! Ха-ха-ха! У меня и лица-то почти нет! Я не достоин править этим королевством! О! Ха-ха-ха! Ваше Величество! Ох, ему грустно! Но ведь нет ничего плохого в том, чтобы быть крабом! Знаю! У меня появилась идея! Мы будем стараться лучше! У нас не очень получилось в прошлый раз! Правда? Нет! Не получилось изобразить ваши величественные клешни! И ваши впечатляющие глаза-бусинки! Да! А как же его крепкий панцирь! Величественные! Впечатляющие! Крепкие! И разве есть в мире король, который так впечатляюще ходит боком? Думаю, мне не нужны гривы и хвост, чтобы править моим королевством! Конечно, не нужны! Не они вас делают королем! Да! А то, как вы правите крабией! Художники! Нарисуйте мой настоящий портрет, и я восхвалю вас! И порекомендую королеве креветочка! Вот она точно похожа на лошадь! Представляем вам... Новый, улучшенный портрет короля краба! Вот это я и имела в виду! Таким образом, король краб понял, что прекрасен именно таким, какой он есть! А мы счастливы быть котятами! Да! Нам не нужно становиться рыбами, чтобы веселиться! Я хочу взобраться на дерево! Я тоже! Мяу! Котя, где моя овечка? Это она, Катя? Это жираф! А я думал, что это овечка с очень длинной шеей! А это она? Это осьминожка! А может, эта овечка притворилась осьминожкой? Нашла! А давай придумаем историю! Об овечке! Она потеряла свою шапку... Большим пушистым помпоном! Отлично! И как ее назовем? Придумала! Счастливая шапочка! Жила-была маленькая овечка, которая потеряла свою шапку! Она очень расстроилась! Ведь это была счастливая шапочка! И с тех пор, как она ее потеряла, все пошло не так! Сперва она перелетела... Через черепаху! Потом на нее что-то упало! Огромный грецкий орех! Больно не было! Не было! Но внезапно начался дождь! Дождь из огурчиков! Хе-хе-хе! Шучу! Огурчиков не было! Но дождь шел сильный! Вот просто беда! Но затем овечка встретила... Двух бродячих музыкантов! Да! Мы можем быть музыкантами! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Мяу-мяу! Котики, вперед! Куда мы не придем, мы песенки поем! И людям очень нравится, что нами исполняется! Мы пели песни в Вологде и пели в тембук-ту! Вы не видели мою шапку? Потеряла счастливую шапочку Не переживай, мы найдем ее Это безнадежно! Она может быть где угодно в мире Где угодно во вселенной У тебя большая проблема Но у нас есть одна песня, которая поможет Овечья шапочка пропала Куда ж она ее девала Ты вспомни точно, где была И мы отправимся туда Да, мы сможем найти шапочку, если будем вспоминать постепенно Я слышала такой звук! Бум-бум-бум! Пушечный завод? Нет! Дискотека? Нет! Вспомнила! Магазин барабанов! Обожаю барабаны! Мы тоже! Но шапочки тут нет! Будем искать дальше Подумай еще, где ты была И мы отправимся туда! Я видела что-то красное! Встреча кардиналов? Нет! Нет! Помидорная битва? Нет! Вспомнила! Я была в розарии! Шапочки нет! Надеюсь, мы скоро ее найдем А то контрабас тяжелый Давай вспоминай! Говори, не тая! Где шапочка лежит твоя? Припоминаю водяные брызги! Водопад? Водопад? Нет! Ванна? Нет! Вспомнила! Я мыла посуду! Поднимался пар и было жарко! Я сняла шапочку и положила ее... Эй! Вот же она! Моя шапочка! Теперь все будет хорошо! Ведь я нашла свою шапочку! Осторожно! Ой! 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 Аааа! Как же здорово перелететь через черепаху! Какой прекрасный звук! Обожаю барабаны! Ура! Дождь! Давайте прыгать через лужу! Главное, что она счастлива! Маленькая овечка в итоге нашла свою счастливую шапочку! Потому что большая проблема не такая уж и большая! Если решать ее, постепенно! Счастливая шапочка! Вот так я и взлетел на самую высокую в мире гору! Правда, дедуля? Нет! Я выдумал эту историю! Хе-хе-хе! Мы так и знали! Давайте вместе придумаем историю! О крошке-драконе! И что крошка-дракон делает? Извергает пламя! О, и как мы назовем историю? Я знаю! Мой первый огонек! Хе-хе-хе-хе! Жил-был на свете крошка-дракон! Из известной семьи огнедышащих драконов! Мы лучшие на свете извергатели пламени! Сынок, тебя ждет великое будущее! Крошка-дракон любил хвастаться и рассказывать всем, какой он замечательный! Смотрите, как я прыгаю! Ерунда! Я могу извергать пламя! Ух ты! И я бы так хотел! Я попал в книгу рекордов Гриммаса! Как самый юный дракон, извергающий пламя! Классный дракон! Нужно с ним подружиться! И пойти в поход! Да! Он будет хранителем огня! И разводить костер, чтобы готовить... Зефирки! Мяу-мяу, котики, вперед! Привет! Хочешь пойти с нами в поход? Конечно! Можешь развести огонь, чтобы согреть нас? Без проблем! И приготовить поесть? К-Конечно! Будет так весело! Наши туристы собрали вещи и пошли в поход. Они установили палатки и нашли ветки для костра. Крошка-дракон попытался развести огонь, но когда он открыл рот, из него вылетели... Пузырьки! Пузырьки – это весело! Но нам нужен огонь! Да, мы замерзаем! Пожалуйста, разведи уже огонь! Мы хотим пожарить зефирки! Ладно! Но когда крошка-дракон вновь открыл рот, из него вырвался очень громкий звук! Подождите! Мне нужно размяться! Но на этот раз, когда он открыл рот, из него вылетела... Птичка! Ты впрямь умеешь извергать пламя? Э-э-э, видимо, нет. Но хотел бы, как мой папа. Желать что-то не означает уметь это делать! А почему ты сказал нам, что умеешь? Хотел казаться классным. И в итоге мы замерзли! И хотим есть! А уже темно! И что же нам делать? Придумал! Издай еще раз тот громкий звук, и кто-нибудь нас найдет! Вот вы где! Какой замечательный звук ты издал! Хотел бы я так уметь! Кажется, вы замерзли! Давайте разведем огонь! Замечательная идея! Ну, как там ваши зефирки? Вкусные и теплые! Что с тобой? Я рад, что вы нас нашли! Но я бы хотел извергать пламя! Сынок, пришло время для первого урока по извержению пламени! Помни, нельзя этим заниматься без взрослых драконов! Обещаю! Хорошо! Попробуй вот так! Вдыхай правой ноздрёй, а выдыхай левой! Теперь вдохни обеими ноздрями и выдыхай! Выдыхай! Смотрите, я лучший! Лучший! Ну, весьма неплох! Видишь, ты научился извергать свой первый огонёк! А ещё я научился не давать обещаний, которые не могу сдержать! И что маленькие драконы не должны извергать пламя без взрослых! Так оно и есть! Замечательная история! Да! И очень поучительная! А это замечательное слово! А я вам рассказывал о своём путешествии в страну грибов, растущих наизнанку! Дедуля! Правда! Я могу вам рассказать, как я путешествовал в страну вывернутых наизнанку грибов! Хлопья! Я тоже хочу! Достанешь мне тарелку, Котя! Ладно! А ты мне что за это? В смысле? О чём ты говоришь? Что ты дашь мне, если я тебе дам тарелку? Хм! Вот, возьми, Катя! Спасибо! Папа! Эй! А я рассказывал вам историю про Джеки Зайку! Нет! Интересно? Конечно! Мне тоже! Как она называется? День помощи! Жила-была Зайка по имени Джеки, которая бралась за любую работу! Работа есть работа! Однажды Джеки встретила овечку! Привет, овечка! Со сломанной ногой! Привет, овечка со сломанной ногой! И домашней свинкой! Привет, овца со сломанной ногой и домашней свинкой! Я всегда гуляю с парасей по понедельникам, но сегодня не смогу! Я погуляю! Прекрасно! А что ты мне за это дашь? А? Как насчет двух морковок? Хм... Пройдемся! Пройдемся! На следующий день Джеки встретила ежика, который хотел выжать немного сока из винограда! Нет! Много сока из винограда! Что такое? Нигде не могу найти своего помощника! А мне нужно выжать сок из этого винограда! Я тебе помогу! А что ты мне дашь за это? Ммм... Даже не знаю! Как насчет... Него! Это мой камень-талисман! Идеально! Зайка Джеки бралась за любую работу, за которую ей что-нибудь давали взамен! Помоги мне, пожалуйста! Мне нужно вернуть книгу в библиотеку! Но я не могу перейти дорогу без взрослого! А что ты дашь мне взамен? Книжку? Нет! Я должна ее вернуть! Прости, малыш! Ничего для меня, ничего для тебя! Сумка Джеки так раздулась от всего, что ей дали, что зайке стало тяжело передвигаться! О-о-о! Плохо дело! Сайке Джеки нужно, чтобы кто-то ей помог! Например, фермеры! Мы будем фермерами! Мяу-мяу, котики, вперед! Помогите! Помогите! Сюда! Мы поможем тебе, Джеки! Скорее, Катя! Хватайся за веревку! Держись крепче! Вытаскивай ее, котя! Спасибо! Но почему вы мне помогли? Я ничего не дала вам взамен! Ты много нам дала! Правда? Правда? Да! Ты дала нам чувство гордости! И правда! Я собой горжусь! Конечно! Всегда приятно помогать людям! Тебе стоит попробовать! Но как? У меня спина чешется! Очень приятно! Спасибо тебе большое! А знаете, и правда приятно! Я могу еще чем-то помочь? Больше нечем! Спасибо! Это вам спасибо! И Джеки пошла искать, кому бы еще помочь! Джеки! Я всегда катаюсь по расе по пятницам! Но... Я покатаюсь! И даже не возьмешь морковку? А... Нет! Спасибо! Я нашел помощника Джеки! Но он застрял! Как же мне... Ничего! Я помогу! Смелей! Прыгай! И тогда Джеки поняла, что помогать другим безвозмездно очень и очень приятно! А давай я тебя почитаю? Давай! Жила-поживала зайка по имени! Какая хорошая сказка! Да! Спасибо, папа! Давай я налью тебе молока! С печеньем! Моя отрыжка лучше всех! Неправда! Вот, послушай! Ты хуже всех! Это ты хуже всех! Самые отвратительные в мире! Котя! Котя! А давайте-ка придумаем сказку! Сказку? Давай! Про принцессу Белочку! Да! Которая коллекционировала орешки! И назовем ее... Ох! Орешки! Однажды жила-была принцесса Белочка! Которая обожала свою коллекцию... Редких орехов! Я люблю их больше всего в целом мире! Каких орехов там только не было! Пушистый орех! Колючий орех! Орех светящийся! Крученый орех! И даже пупырчатый орех! Хе-хе-хе-хе-хе! Ей не хватало всего одного... Очень редкого лапшичного ореха! И вот принцесса пошла на поиски этого ореха! Она ушла из замка, но забыла запилить дверь! А в тот день к ней в гости заглянул! Ее друг слонокот! Ты дома! Принцесса Белочка! Ого! Еда! Вкуснятина! В это время принцесса Белочка безуспешно пыталась найти лапшичный орех! Здесь ореха нет! Но она продолжала искать! И здесь нет ореха! Она даже забралась на самую высокую гору в Тибете! И там, прямо у Яка на рогах... Лапшичный орех! Я тебя повсюду искала! Тем временем в замке слонокот доел все беличьи орехи и заснул... Наконец-то моя коллекция закончена! Ты съел мои коллекционные орехи! Как ты мог? Я... я не знал! Потому что ты глупый! И... и... У тебя очень странный нос! Я так зла, что могу сгрызть столик! О! Не стоило ей так кричать на слона-кота! Она его обидела и потеряла лучшего друга! И она разрушит свой дом! Надо ей помочь! Ням-няу, котики, вперед! Котя и Катя пришли на помощь! А вы принесли орехи? Нет! Тогда вы бестолковые и глупые и грязные! Мои котята не грязные! Она говорит гадости, потому что расстроена! Я знаю, как все исправить! Служба восстановления дружбы... А вы принесли орехи? Нет! Принцесса Белочка, вы должны успокоиться! Почему? Потому что дружба важнее орехов! А теперь сосчитаем до пяти! Вместе! Раз... Два... Три... Четыре... Пять! Мне и правда лучше! Спасибо, служба восстановления дружбы! Эй! Куда она подевалась? И куда пропал слонокот? О, нет! Я накричала на лучшего друга! Ты наговорила гадостей, и он убежал! Надо найти его! И извиниться! Прости меня! Я говорила несерьезно! Просто очень рассердилась! Я тебя прощаю! Теперь я знаю, что если сильно расстроился, просто сосчитай до пяти! Да! Это поможет тебе успокоиться! Прежде чем ты скажешь или сделаешь то, о чем пожалеешь! А пойдем искать орехи вместе! Уверена, мы снова соберем коллекцию! Да! С удовольствием! Похоже, эти двое снова друзья! С тех пор принцесса Белочка всегда считала до пяти, стоило ей огорчиться! Ай! 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 Опять наступил на ваши игрушки! Папа, а давай считать до пяти вместе! Я так зол, что будем считать до семи! Катя! Поднимемся в домик! Давай, Мартышка-малышка! Я первая! Папа! Лестница в домик сломалась! И порог у двери тоже сломан! Нам нужен новый домик на дереве! А этот придется убрать! А как иначе? Он сломан! Но я думал, что вы хотели сперва послушать историю! Да! Последнюю историю, прежде чем убрать домик! Итак, это будет история про Мартышку! Да! Да! О-о-о! Огромную Мартышку! Которая ломает игрушки! Но оно не специально! Хорошо! Большая Мартышка! И как назовем историю? Придумал! Макси видит, Макси рушит! Жила-была большая Мартышка по имени Макси! И жила она в маленьком городке! Однажды Макси играла с новеньким самолетиком! Бру-бру-бру! Ой! Я сломала самолет! Случайно! Не страшно! Пойду в магазин и выберу новую игрушку! Приглянулась что-нибудь? Я возьму ее! Но вернувшись домой, Макси сломала и новую игрушку! О! Надо завязать шнурок! О! Это была случайность! Ничего! Пойду в магазин и куплю новую игрушку! Что-нибудь присмотрела? Я возьму его! Мячик! Его должно хватить надолго! Она не специальна! Но когда Мартышка вернулась в магазин за новой игрушкой... Прости, Макси! Но у меня больше нет игрушек! Что же теперь делать? Ты думаешь о том же, о чем и я? Думаю, да! Давай отдать ей, Макси, нашу машинку! Мяу-мяу! Котики, вперед! Привет, Макси! Ты можешь поиграть с нашей игрушкой! Правда? Ого! Спасибо! Но должна предупредить, иногда я случайно ломаю игрушки! Просто будь аккуратней! Аккуратней! Ой! Простите, тетя птица! Не переживай, Макси! Я починю! Я ходила на курсы плотников! Ты думаешь о том же, о чем и я? Что я поломала, на удивление, много вещей? Нет! Мы подумали, а что если починить все, что ты сломала? И почему я сама не додумалась? Удачи тебе, Макси! Та-да! 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 Вот ваша машинка! Ого! Как новенькая! Ты молодец, Макси! Чинить игрушки гораздо приятнее, чем ломать их! Знаешь, пап, а нам не обязательно ломать домик на дереве! Да! Мы его починем! Чудесная идея, котята! Но нам точно стоит сломать наш дом и построить огромный замок! Пошутили! Вот бы дождь уже закончился и вышло солнце! Согласна! Не терпится пойти поиграть с Татошей на улице! Позвонила мама Татоша, он заболел и остался дома! Ну вот! Значит, мы не пойдем гулять? Да! На улице дождь и нам не с кем играть! А давайте придумаем сказку! Да! Про волшебного Джина! Который исполняет желания! Все желания! И назовем нашу сказку! Предлагаю назвать ее Загадай желания! Жил-был на свете Джин, который исполнял все желания! И у него было много друзей! Да! Он был очень-очень известный! Я сегодня уже десять раз приходила! Этот Джин исполняет все, что пожелаешь! Хочу фиолетового динозавра! Стул, сделанный из сыра! Хочу, чтобы памперсы моей сестренки лучше пахли! Поверь, придешь домой, они будут пахнуть цветами! А мне уже нравится этот Джин! Попросим у него друга! Отличная идея! Мяу-мяу, котики, вперед! Но Джин исполнял так много желаний, что его волшебные силы иссякли! Что на этот раз? Я мечтаю о горе бриллиантов! Шутишь? Камни! Хочу самолет! Бумажный самолетик! Собственный остров с замком! И сотни поющих дельфинов! Карандаш! Зачем нам Джин, который не исполняет желания? Пошли! Наш черед! Мы мечтаем о друге! Хотя бы об одном! Мы поделимся! Простите, мои силы кончились! Видите? Ничего! Хорошо! Тогда мы пойдем искать друга! А можно с вами? Я помогу! И вот Котя, Катя и Джин отправились в дорогу! Возможно, мы найдем друга на том берегу реки! Пойдем! А если бы ты встретил Джина, чего бы пожелал? Что ж, я бы попросил друга так же, как и вы! Тогда давай искать друга и для тебя! Попав на другой берег реки, они оказались в чудесной стране Попрыгутии! Здесь так весело прыгать! Здесь есть! Друзья! Вот и вся страна Попрыгутия! Где теперь будем искать? Там! У веселого дерева! Здесь друзей нет! Вдруг подул сильный ветер! У меня есть идея! У тебя остался твой карандаш! Попросим ветер отыскать для нас друга! Волшебный ветер подхватил Катин самолетик И отправил его прямо к ногам нашего Джина Давай будем друзьями! Приходи к подножию веселого дерева! Я очень хочу дружить! Но вы же знаете, я не исполняю желания! Но наше желание уже сбылось! У нас появился друг, ты! К тому же друзья тебе ничего не должны! Тебе они просто нравятся! И вам весело вместе! Эй! А может вы тоже Джины? А? Теперь у меня два новых друга! И хотя Коте и Кате пора было домой, они пообещали вернуться очень-очень скоро! Так Котя, Катя и Джин обнаружили, что никогда не знаешь, где найдешь настоящего друга! Смотри, мы пожелали, чтобы дождь перестал и он закончился! Потому что мы Джины! Пойдем в парк и найдем еще друзей! А-а-а! Сперва нужно загадать еще одно желание! Дорогой Татоша, желаем тебе скорее выздороветь! Котя, Катя, почему вы не играете с друзьями? Солнце уже село! Слишком темно, чтобы играть в прятки! Да, из пряток получилась игра «Толкни другого»! Доиграем завтра! А во что будем играть сейчас? А давайте придумаем сказку! Про летучую мышь! Которая не любит темноту! И назовем ее Берни-летучая мышь! Жил-поживал Берни-летучая мышь! Все его друзья были ночными, но не Берни! Что значит ночные? Не спят ночью! Эй, Берни, пойду поохочусь на мух! Ты со мной? Нет, это не мое! Ладно, а как насчет мышь-кроватики? Нет, спасибо! Хорошо, тогда пойдем со мной на групповые полеты! Нет! Ну а чем ты хочешь заняться? Мышка Берни любил собирать воду из луж! И засаливать огурцы! Но больше всего он любил танцевать! Ча-ча-ча! Все говорят, что мыши любят ночь! При свете дня я танцевать не прочь! И солнце светит на меня! И весело танцую я! Ча-ча-ча! Он странный и вечно один! Не верится, что он один из нас! Бедный Берни! Он так одинок! И боится темноты! Как я! По крайней мере, иногда! Нужно помочь Берни побороть страх! Чтобы он мог гулять ночью! И завести много мышек друзей! Мяу-мяу! Котики, вперед! Котя и Катя примчались на всех парах, чтобы помочь Берни! Вот тебе ночник! С ним тебе не будет страшно! Спасибо, конечно, но я... А теперь возьми нас за руки! Я клянусь, что ночи не боюсь! Я клянусь, что ночи не боюсь! Представь, что Луна твой друг! А теперь глубоко вдохни! Чувствуешь, как легко и спокойно! Эй, смотри! Луна скрылась за облаком! В лесу ночью довольно страшно! Пойдемте-ка отсюда! Не бойся! Не бойся! Не бойся! А чего мне бояться? Мне не страшно! Не страшно? Нет! Просто я предпочитаю день! А теперь я хочу поспать! Чтобы завтра собрать воду из лужи! Сейчас самый пик сезона! Идите туда! И скоро будете доба! Берни, все еще один! Он никогда не подружится с другими мышками! Доброе утро! Шшш! Ложись спать, ладно? Я думала, совы ночные! Что это значит? Не спят ночью! Что ж, Оля не ночная! Она у нас странная! Она не участвует в конкурсах на лучшие оперения и поворот головы! Они скучные! Она собирает воду из луж! Это весело! И солит огурцы! Гадость! Но они вкусные! И танцуешь! Ча-ча-ча! Как вы догадались? Ты должна кое с кем познакомиться! Берни, это Оля! Приятно познакомиться! Незачем мышкам дружить только с мышками, а совам с совами! У вас двоих так много общего! Так Берни и Сова Оля стали лучшими друзьями! Прекрасно, что ты птица, а я мышь! Но мы друзья с тобой, малыш! Вместе мы играем ха-ха-ха! И вместе мы танцуем ча-ча-ча! Теперь вы понимаете, что не надо меняться, чтобы нравиться! Да, потому что всегда есть те, кто разделяет твои увлечения! Все, что надо сделать, это просто найти их! Вот сказочку сыграли мы про дружбу мыши и совы! Ого! Это что, ковер-самолет? Нет, это обычный ковер в вашу спальню! Красивые цвета, правда? Но если он не летает, то что он умеет? Он закрывает пол! Смелей, котята, потрогайте, какой мягкий! А ты можешь его вернуть? Вернуть? Почему? Вам он не нравится? Зачем нам ковер, который не может летать? Тоже верно! Я верну его завтра же! Но прежде чем я его уберу, давайте сядем, и я расскажу вам сказку! Хорошо! Про Зибуляку! Зибуляку? А как ее зовут? Знаю! Джи-Джи Зибуляка! Жили-были на планете Зибуляк лучшие друзья Джи-Джи Зибуляка... Это я! ...и ее подруга Джу-Джу! Мы самые лучшие друзья в мире! Джи-Джи и Джу-Джу целыми днями были вместе и веселились! Они... ...бегали по стенам и потолку! Мигали антенками и танцевали под музыку! Дили-Дили там! Зибуля в наш дом! Мы смешные Зибуляки пляшем и поем! И летали по небу, делая крутые сальто! Но однажды Джу-Джу сказала... Увидимся через неделю, Джи-Джи! Я уезжаю к бабушке! Но с кем мне теперь играть? Она может играть с нами! Да! Мы будем дружить с Джи-Джи! Мяу-мяу, котики, вперед! Интересно, на этой планете есть звонки? Смотри, это Джи-Джи! Привет, гости с другой планеты! Вы хотите поиграть со мной? Ты читаешь наши мысли! Да! Странно! Как ты это делаешь? Я очень рада новым друзьям! Давайте бегать по стенам и потолку! Мы так не умеем! Мы котята! Правда? О! Что ж, не страшно! Вы любите танцы? Мы обожаем танцы! Хорошо! Тогда зажигайте антенки и станцуем танец зибуляк! Дили-дили-дан! Зибуляк наш дам! Мы смешные зибуляки пляшем и... Эй! Что случилось? Так мы тоже не можем! Не можете? Но почему? Потому что мы котята! У нас нет антенок! Да! Понятно! Что ж! Ладно! Тогда будем летать в небе! Ты сам ей расскажешь или мне сказать? Что расскажешь? Мы всего лишь котята! И не умеете летать! К чему мне такие друзья, которые даже летать не умеют? Мне бы хотелось играть с моей лучшей подругой Джо-Джо! Ой! Джи-Джи! Ты в порядке? Ты не поранилась? Я ударилась! Антенкой, рукой и ногой! А ты можешь так? Да! А вот так? Да! Хм! Интересно! Почему? Что это значит? Значит, ты можешь танцевать танец зибуляки! И правда? Могу! Хоть вы и не можете всего, что может Джо-Джо, но мне все равно с вами хорошо! Наверное, это значит, что вы и правда мои новые друзья! Так Джи-Джи Зибуляка поняла, что главное в друзьях то, что они умеют, а не то, чего не умеют! Это была Хар ваша сказка! Я очень рада! А теперь вставайте с ковра, пора его возвращать! А это правда обязательно! Он такой мягкий и теплый! И цвета очень красивые! Это правда, но он не летает! Да, но на нем удобно сидеть! И рассказывать сказки! Что ж уговорили! Но в лунных ботинках по ковру не ходить! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...